Думаю, настало время рассказать вам, куда я так надолго пропал и почему не выходили новые видео. У меня в хозяйстве появилась Жигули. Данная Жигули ВАЗ-2143. Мотор полтора литра, ну и так далее. Это, я думаю, спокойно ищет. В данном случае в Жигули плотное прилегание капота. Кондиционер. Тут маленькие недочеты. Ну и как бы капот совсем не гнилой. Это излишки. Данная Жигули бита в переднюю часть. Ну, что можно сказать. Сегодня мы займемся ее первым ремонтом. Вот так вот выглядит у нас салон. Лампочка светит. Все хорошо. Сегодня мы займемся ее ремонтом. Начнем. Вот я прикупил немножко запчастей. Совсем чуть-чуть. Резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Четыре штуки. И виновницы торжества крестовины. Которые надо поменять на данном автомобиле, потому что они очень хорошо стучат. Также приобрел решетку радиатора и прызговички парка. Куда же без них? Колхоз тюнинг и только. Поэтому сейчас нам надо взять гаишные ключи и переместиться под автомобиль. Вот мы и перебрались под наш автомобиль. Тут в принципе все выглядит очень даже неплохо. Ну, кроме вот этих проволочек, стяжек, какой-то ерунды. У нас даже имеется дно, что не может не радовать. Причем дно даже твердое. Это хорошо. Ну, перейдем. Вот здесь у нас устанавливаются крестовины. Попробуем послушать звук. Стучат они неплохо. Вот здесь еще одна у нас. Здесь уже не поймешь, что больше стучит. То ли подвесной, то ли крестовина. Ну, чтобы снять карданный вал, нам надо открутить 4 болта по периметру. Этим мы сейчас и займемся. Ключ у нас здесь на 13. Вот кардан у нас находится на верстаке. Хочу продемонстрировать вам работу задней крестовины. Забудь мой адрес Забудь мой номер 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 Тебе меня не догнать И не стоит меня искать Я подыму Питер хлам Пацанами Лизам нам сам Будет встречать За твоим глупам По целу Твоему Мужу Кам Кам Каждую ночь Тебя Натягивать на тебя Ты все Ты все Ты все То есть Я думаю Понятно, Что ей Наступил Конец Ты будешь Серьезно Вот Чтобы снять крестовину Нам нужно Снять отсюда Топорное кольцо В первую очередь Снять это не так просто Потому что Карданный вал у нас Работает В условиях Сырости В грязи Ну и прочих Плохих погодных условий Поэтому Снять Это стопорное кольцо Будет не так просто Но если есть Узкозубцы И Много терпения То снять его Можно Сейчас Я сниму Данное кольцо Оно немного Забилось грязью Но это Я думаю Ничего страшного Сейчас я с этим Разберусь После того Как все стопорные кольца У нас сняты Надо Отметить Вот такую вот Полосочку Чтобы собрать В правильном порядке Потому что Карданный вал У нас Круется не просто же труба У нас он Центруется По крестовинам По вот этим Крепежным местам То есть Все здесь Не просто так Далее Нам нужно Снять крестовину Снять крестовину Берем Головку На 16 Вот она сюда Идеально подходит И Начинаем Бить Далее я вам Это продемонстрирую Выбиваем крестовину С чашки Которая крепится У нас Соответственно К главной паре Берем головку Можно подлиннее Можно Вот Покороче Устанавливаем Ее Вот так Берем молоток И начинаем Стучать Перед этим Надо Крестовину Соответственно Ох Затянуть В тисочках Я затянул Таким образом У вас Это может быть По другому Можно вообще Руками держать Если Рука не занята Камерой И Бьем Соответственно Она Прошла Туда Насквозь Получается Вот С этой стороны Она у нас Уже Сломалась К сожалению Потому что Мы же снимаем Капитально Вот Сломалась Стенка Потому что Она была Присевшая Здесь Очень Хорошо Теперь Нам надо Брать Соответственно С этой стороны Устанавливать Головку Таким же Образом И выбивать Вот эту Чашку Сюда Наружу Только После этого Снимать Кристейн Вот Я Снял Старую Кристовину Как видно По износу Она Уже Все Мертва Вот так Вот Выглядят Ни чашки С подшипником Игольчатым И все Установил Новую Так Обязательно Нужно Установить Стопорные Кольца Которые Есть В комплекте Я Зажимаю Кристин Таким Образом Ваш Способ Может быть Другой Берем Стопорное Кольцо Ускозубцами Таким Образом И устанавливаем Вот У нас оно село просто шикарно С первого раза Что меня очень удивляет Вот таким образом оно должно быть установлено Также Нужно будет подстучать сейчас эту сторону немножко Я biết Я Я Я Я Я Я Я так все точно таким же образом установлены второй стопорной пикси неприятно а а а а вот таким образом у нас получилось установлена крестовина никаких посторонних шумов нет а а а теперь точно таким же образом соединяем две составные части карданного вала установлены на автомобиль и работа закончена на этом и 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